Приветствую, друзья! Вот вчера я сделал ролик о панических состояниях и сразу резко YouTube мне написал там в аналитике, что резко увеличилось количество подписчиков, просмотров. Ну, ты посмотри, а? Сейчас, подождите. Я же просто удивляюсь. Как это может быть? Потом я задумался сам. В своей жизни вспоминаю примеры. Когда, например, у меня появились первые паники. Первые панические состояния у меня появились... Я говорю о реальных панических состояниях, не теоретических, когда человек думает, что у него паника. Нет, 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 именно о психофизических состояниях паники. Давайте я переделаю этот ролик, потому что на самом деле надо просто так это объяснить, просто доступно и понятно, чтобы было всем легко воспринимать, что же за точки риска там есть в нашем мозге. И вот... Ну, не знаю. Ну, давайте я перезапишу этот ролик. Этот так просто выставлю, чтобы вы предусмотрели, что следующий ролик будет именно об этих точках риска внутри нашего мозга. В каких случаях мы можем побеспокоиться и профилактически сделать приёмы ключа, чтобы не было вот этих вот замыканий. Ну, давайте я в следующем ролике расскажу об этом. То есть,